Старт дан. Жители Барнаула тоже могут принять участие в обсуждении проекта по внесению изменений в генеральный план города. 31 экспозиция с документами на стендах размещена в районах Барнаула. Экспозиционные материалы размещены в каждом населенном пункте, входящий в состав городского округа, это 26 населенных пунктов, в каждом здании администрации района, на официальном интернет-сайте комитета и в здании комитета по строительству и развитию города Барнаула. Также материалы размещены на правом портале администрации города Барнаула. Так что каждый горожанин сам вправе выбрать, как ознакомиться с материалами генплана. Готовые специалисты, которые могут ответить на интересующие горожан вопросы в градостроительной сфере. Любой, кто заинтересован в том, как будет выглядеть краевая столица в будущем, может уже сейчас вносить свои предложения и замечания к проекту генплана. Приложения или замечания к проекту генерального плана можно подавать через форму электронного документа, размещенного на официальном сайте комитета, либо письменным обращением, либо через внесение записи в журнал экспозиции. Предложения и замечания можно подать в письменном виде, в простой форме. Но тут есть особенности. Особенности заключаются в том, что необходимо заявителю идентифицировать себя. Для физического лица это надо представить паспортные данные, для юридического лица наименование юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика. Ознакомиться с проектом генплана и внести свои предложения и замечания можно до 26 ноября. Затем комиссия по землепользованию и застройке рассмотрит их и обобщит. Далее подготовит заключение. В случае, если какие-то замечания и предложения от жителей Барнаула будут приняты, проект генплана обещали доработать с их учетом. И только после проект рассмотрят депутаты городской думы. Скорее всего, в конце декабря этого года.